Вот, товарищи дорогие, хочу поделиться с вами наблюдениями простыми очень, но интересными. Вот у нас сейчас Новый год начался. Сегодня 1 января 2023. Не важно какого, но главное, что 1 января. Так вот, январь обычно белый. Белый, потому что снег лежит. Но я на севере Германии живу и в этой земле не всегда, конечно, далеко-далеко не всегда лежит снег в это время. И сейчас нет снега. Но по нормативам, так сказать, каким-то общим в России, по крайней мере, это белый месяц. Белый, снежный, чистый. То есть это какая-то январь, абсолютная незапятнанность, абсолютная свежесть года. 1 января это, ну, самое свежее всего свежего январского. И вообще вот январь, это же ведь ян, корень-то ян. А что такое ян? Это философское начало мужское. Ян. Есть ян и есть инь. Китайцы это восприняли и у них это практикуется в их философии. Два начала обозначаются противоположных как ян и инь. И не то женское начало. Оно и звучит мягче и понятно здесь все. Так что языки наши на звуковом уровне даже понятные. Но не важно. Важно, что с абсолютной чистоты и незапятнанности начинается год. И вот он в течение всего года, этот цикл, загрязняется и устает. И предел усталости 31 декабря. Ну что, правильно, это уже год израсходованный до конца. И его надо, ну, выбросить что ли? Ну, лучше не выбросить, а проводить. Вот все-таки наши люди всех стран и народов понимают, что надо мягко обращаться с ушедшим. Оно и так, как говорится, пошло в прошлое. И тут небольшое дополнение, что практически вот мы, как люди, склонны жить на одном месте. То есть перемещаться в пространстве мы, ну, как бы минимально перемещаемся. А вот перемещение во времени, это есть коренная черта нашего странствия жизненного. То есть мы перемещаемся во времени гораздо непреложней и непосредственно, нежели перемещаемся в пространстве. Пространство, как бы, это малое такое возможное перемещение, но временное это абсолютное перемещение. Нельзя нам прошедший день вернуть, потому что он уходит безвозвратно и так далее. И года также уходят безвозвратно. То есть мы движемся во времени, и наше движение во Вселенной – это движение во времени. Вот это не надо забывать, потому что мы даже таких элементарных вещей иногда не понимаем. Итак, мы путешественники во времени с вами. Вот видите, как мы пришли к простой мысли путем того, что заострили внимание. Что перемещение во времени обязательно непреложно из часа к часу в последующему, из года в год, из века в век и так далее. Поэтому мы путешественники во времени. Да, путешествовать – это значит шествовать, идти по пути. И мы уже имеем такое приятное занятие – путешествовать во времени. Так что гордитесь. Но я-то не про то сегодня говорю, а говорю, что вот незапятнанность января – она белая. Январь – мужское начало, чистота. Вот у нас Христос, да, символ чистоты. И символ чистоты – это январь. Как январь – мужское потенциальное начало, нерастраченное. Понимаете? Есть вот кинетическая энергия, когда тратить начинают. Вот там шарик скатывается вниз по наклонной плоскости. По наклонной, запомните, да? Покатился по наклонной плоскости. Это когда он расшвыривает энергию, она переходит из той, которую он копил, вот в эту энергию растраты, кинетическую энергию. Пожалуйста, это все держите в голове, потому что из месяца в месяц, от января к декабрю происходит растрата. И каждый месяц как бы символизирует новый вид растраты. Ну, я так только намечу, потому что я и сам не продумал до конца, все 12 месяцев, что там тратится и как. Но, по крайней мере, вот феврат – это уже выветривание, понимаете? Выветривание пород, говорят. То есть ветер делает свою разрушительную работу и подкапывается под начало. Вот это абсолютно чистое, вот первое января. И вот январь уже прошел, начал работать ветер по разрушению абсолютного потенциала. Вот, как же, так что вот в январе происходит разрушение ветра и именно потенциальной энергии. В марте, в марте марат. И тогда грязь улучшается. Апрель. Апрель. Я здесь уже не думал, так же, каким видом разрушение будет. Апрель, Апрель, Апрель. Апрель. Апрель, как здесь, товарищи? Тут уже все, знаете, это будет Россия. И снег в апрель. Очень активно. И апрель, как здесь, значит, вот через таяние идет разрушение. Гурочка поет «Люблю и таю». Ну и здесь как раз идет таяние. И вот тает энергия в буквальном смысле за счет перехода снега в другое агрегатное состояние. Снега и льда. Состояние воды. То есть здесь тает. Из образцового января беленького снежного переходим в ветреный февраль, где происходит выветривание энергии поселенная. Потом в марте, где пачкание идет энергии. Ну, мартовские коты и прочее. Это все уже пачкание, растрата энергии, да? Вот вам она. Апрель, значит, апрель-копель. Таяние энергии. Через смены одного дня. Май. Ну, тут уже, как говорится, слово «собо» «май», а слово «мается». Вот «маются». А от чего маются? От любви. Что любовь горит в чакрах, особенно в нижней первой мулахаре. Бабочки уже там, как говорится, порхают. И надо эту энергию растратить. Вот майская маята. Понятно, какая здесь маята. Не буквально, что там плохо жить, что-то. Нет, вот маята, что там лень. И нужно куда-то энергию выбрать. И вот через вот эту маяту наш май, и был назван. Да-да, вы не думайте, что здесь далеко от русского языка, что то, что нет, что можно объяснить русскими словами. И так, дальше, май, весна закончилась, июнь, июнь. Июнь, потом июль, похоже, да, звучит? Правильно, потому что это летние месяцы, они должны быть каким-то образом похожи, позвучать. А август 302, под Кримиса. А в августе. Вот так вот здесь. Августа императора было, и это всё названо. Ну, знаете, много что говорят. На самом деле, вот эти три лета месяца, как растрачивается Это невозмездная бьетвадская исходная потенциальная энергия. Июнь. Июнь. Вы слышите, что здесь уже как бы смягчаются вот эти вот звучания, уже не въянно звучат. Вот эти вот противоположности чистые, да? А вот июнь, уже мягкая Н. Это все на фонетическом уровне, ребята. И вот тут уже женственность, вот она уже вошла. Это же вторая половина цикла. С июня все. Правильно? Правильно. Вот разрушение идет на уровне того, что переключается. Цепку пустого такого, едварного, дубового, прочного, на уже мягкое и инское июнь. Слышите, да? Здесь идет именизация энергии. Ну вот эта вся обезьянь, она как раз вот с этим связана. Когда нет энергии ян, говорят, он уже стал обезьян. То есть у него нет энергии ян. Он без ян. Без яна. И вот лето уже все. Человек, так сказать, поддается женской стихии. И первая фаза этого поддавания, это как раз тот самый июнь. Июнь, шестой месяц. Ну, конечно, надо не забывать, что вообще весь цикл начинается по временам года, с декабря. Поэтому декабрь нулевой наш. И вот с чего начать, это разные способы измерения. Можно линейку использовать, где с нуля начинается. А можно считать единиц. Тогда будет другой способ. Отмера, но в конце концов это просто параллельные варианты измерения. Ну, мы вот, цикл наш начинали с января. Поэтому, ну, как этот беленький снежок, ненварский, белый, белоснежный снежок. Да, смотрите, он же всегда в белом изображается. И вот он белый, да, родился. Из опятных. И слушай, да вот. Яр. Яр. Что такое? Яр. Вот. Яр это яры. Яр. Это когда вот первое, начало. Расследование. Расследование. Это вот. Яр. 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 Это уже декабря мы круг. Годовой. Смотрим. Самое главное, что процесс разлучшения потенциальной энергии продолжается и дальше. Юнь и Юль. Здесь же не просто Н мягкая, как в Юне, а Л мягкая. А первое, что я могу сказать, это любовь. Это любовь. Это любимая, любимая. В космосе, в космосе, в космосе, в космосе, в космосе, в космосе, катится, катится, наслаждается и теряет свою энергию Яна. Основательно, в летнее время, время любви. И вот вам и Юль. Более ярый в плане растрата потенции, потенциальности и исходного Яна Январского. Видите, это все говорит за себя. А вы думали, вот слова случайно. Ну, случайно, а из даже фонетических представлений можно слышать смысл слова. То есть из фонетического плана данного слова можно узнать. Они гораздо больше, чем вы там по корням будете разбирать или еще что-то. Ну, и август, августейший, да, это вот, так сказать, уже солидный разврат, что называется. И фаза, вообще-то, кульминации кризиса для лета, каждое время года имеет три фазы. Фаза зарождения, лета июля, фаза кристаллизации, июля, и фаза 12 кризиса, августейший. То есть тут уже мера, мера нарушена, и разрушение идет более очевидно. Вот третий месяц, допустим, летний, и любого сезона. Да, он всегда такой классический. Тут все сбалансировано. Ну, возьмите, вот тот июль. Лето. Это типичное лето. Но есть супер лето. Август, когда уже уйдаешь. Да, грустно немножко. Там паутинки уже под конец плывут по воздуху. Ну, ладно, все это лирика. Вы понимаете, как вот потенциальность года идет к концу. Да, потенциальная энергия постепенно и малима переходит в генетическую. Потом осенние месяцы, там тоже на свой лад идет разрушение потенциальности исходного января. Ярно, да, мужского начала. Такого вот стоячего, прочного, непреложного. Ну, и что же там у нас осень? Так, сентябрь, октябрь, ноябрь. Сентябрь, октябрь, ноябрь. И что же мы видим? Паза первая сентябрь. Скромно, так сказать, листики падают. В октябре они уже не скромно падают, а классическая осень. Все в этой листве опавшей. То есть разрушение идет на физическом плане. И, ну, я бы сказал, я бы, кем-то, кем-то. И здесь, вообще-то, я думаю, что это старение. Вот это вот синильное, вся, это все старение. И отсюда сентябрь. Октябрь. Ну, вообще-то мы слышим окт, осень, да? Это ранние системы нумерации месяцев. Здесь еще звучат, ну, неважно. Октябрь классическая осень, где разрушение на физическом плане идет явно. И ноябрь. Такое, ребята, зловейшие немножко месяцы. И ноябрь. Вот он возражает, возражает этому яну исходному. Но. И ябрь. Ябрь. То есть, ну, что-то здесь и яблоко какое-то, искушение. Все здесь вместе собрано, да. А сентябрь, это синильность, вот эта вот старческая геронтология. Помните, наука о старении? Вот. И сентябрь, первая фаза старения физического. Октябрь вторая, ноябрь три. И уже возражения сплошные. Но, 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 но. Потом декабрь. Нулевая фаза. Вот, да. Это первая фаза. Мы. Мы не можем сказать, что здесь в декабре. Декабрь. И на. Начало. Мы, все-таки, начало, не говоря, что мы делаем. Это план энергетический. И вот поэмергетическому вообще весь год оценивают. Я рассказывал вам в предшественной лекции, что есть три начала года, эстетическое, физическое, энергетическое. И вот по энергетике мы оценим год. Это как бы истинное начало, понятное. И декабрь – это самая слабая энергетика, исчерпание сил. И, наконец, снова силтёк и набирание энергии 1 января. Полетели хлопушки, и они отражают как раз процесс полной зарядки аккумулятора года. Вот таким вот образом. То есть здесь я только рассуждаю, это первое начало, как каждый месяц определить как растратчика. Растратчика – это января, января, января энергии. Ну, вы поняли, что мужская энергия, незыблемая вначале, постепенно изматывается в облачении жизни разными методами. Но она снижает свою потенциальность. И кинетическое скатывание ведёт год к исчерпанию энергетическому. Вот это не надо думать на. И тогда, если энергетика, значит, мы говорим, что это с января начинается цикл, как он и начинается в наших календарях. Это первое начало, второе – физическое начало, по короткости дня. Это первый Вайнахстаг, 25-го, самый короткий день, но уже растущий, с 25-го. И второе, то есть третье, начало цикла годового – это энергетический. Вот, это ваше домашнее задание. Здесь надо каждый месяц ещё более чётко обозначить, что он делает, чтобы поколупать вот эту начальную, самую свежую энергию первого января. Как каждый месяц колупает и разрушает эту циклическую, максимальную величину энергии первого января. Всё, друзья, это лекция рассуждений. Я вот буквально на ваших ушах, можно сказать, не глазах, поскольку я всё-таки говорю, пытался этот процесс описать. Но здесь продумать надо более основательно, потому что это не так просто по 12 месяцам найти доминанту разрушителя. Ну, я думаю, что вы поняли. Это вам домашнее задание. До вершить. И каждый месяц рассматривать как похитителя потенциальной энергии первого января. Или просто января. Белоснежного, чистого, незапятнанного, свеженького, новенького. Вот как оно стареет. И через какие аспекты старения происходит истрепание энергии года. Всего доброго. Ваш философ. Субтитры подогнал «Симон»!